Всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Пиратская Жизнь и обсудим парочку пиратских видосов. Слушайте, у пиратов у нас поездка за грибами. И это, ребят, трындец. Ну, в принципе, почти то же самое, что и на озеро. Но только ещё неизвестно, как они доедут до речки и как они вернутся после грибов с речки. Да, значит, едут. Фовка, бедный, несчастный, одинокий малыш. Да, как и обычно, зажёвывает язык, губы весь на нервах, весь извёлся, ни с кем не разговаривает, и видно, что злющий-злющий. В общем, одинокое дитя никому не нужное. Одно счастье – это, когда вернётся домой, что пожрёт. Ну, и когда будет привал, и когда выдадут бутерброд. Да, о котором он поди мечтает. Целый видеоролик снимали, как ехали. Короче, ребят, ну это вот правда трэш. Баба волочёт с собой своих друзей, мужиков. Причём едет якобы с законным любимым мужем, которого так любит, и который её якобы так любит, что просто они душа в душу живут. У них такая любовь. Ну, только Нинка тащит и ещё двух мужиков. В принципе, у этих мужиков тоже же есть свои половинки. Но опять же, эти половинки, понятное дело, что не ревнуют к Нинке, потому что понимают, видать, кто она есть. И что мужики даже не посмотрят на неё, как на женщину. В принципе, потому что она и не выглядит, как женщина, да. Нет ни женственности, ни, знаете, какого-то обаяния. Есть вот тело, мужское тело, да, и мужские базары, мужские мысли абсолютно ни о чём подиона не думает. Хотя, вы знаете, когда она смотрит на этих мужиков, она просто истекает слюной. Ну, конечно, там же есть на шоу глянуть в сравнении с Фуфиком. Фуфик для неё это дитя, горькое дитя, на которого только можно орать. Не трогай, не жри, кровать застилай, иди сюда, из туалета выходи. И на этом всё. Ну, а что ей он может ещё дать? Понятное дело, что ничегошенькие. Ни денег, ни подарков, ни внимания, ну и даже интима. В общем, целый видос ехали. Хвастались, что кто с собой взял пожрать. Особенно париколола, да, вот эти вот хлебцы, которые показали Нине. Лучше бы ей показали мясо, шматки огромные вместо этих хлебцов. Для Нины упаковка хлебцов это однозначно одной семечки, да. И всё, поэтому тут, блин, хлебцы это вообще пшик в воздух. Она бы вот сожрала несколько контейнеров хорошего мяса, да пожирней. И то, вероятно, что не наелась бы. Значит, ехали целую дорогу, как всегда, ржала, болтала, плела, лишь бы что. Фофа весь в напряжении зажёвывал язык вместе с губами в перемешку, когда сидел за рулём. Хоть бы уже тишину какую-то обеспечила ребёнку. И так весь в напряжении. И так для него это просто самая настоящая каторга. Это поездка в грибы. Значит, первая остановка была и Фофу с собой не взяли, да. Фофу решили оставить. Если вдруг будут грибы, якобы ему свистнут. Шоба охранял машину и шоб, не дай бог, на себя не нацеплял клещей, да. Слушайте, мужики прям как клоуны поодевались. Один в шортах, зато в сапогах. Второй тоже при параде в рубашонке в лес. Ну, благо Нино напялила на себя опять же эту кофточку, которую она по день не стирала уже с полгода точно. Ну, чтоб никто нигде не заполз да не укусил. Но комарики, да, покусали всё равно Нинку. Потому что надо мыться. Тогда комарики и приставать не будут. Значит, ничего наша барышня не нашла. Ходила, бродила. Слушайте, и правильно вот говорят, какие грибы с камерой? Ну, какие грибы и видеокамера? Если ты пришла в лес, ну, ходи, собирай. Нашла грибочек, ну, ты ж можешь снять. Либо поснимала совсем чутка и ходи себе ищи. Но нет, здесь же целая показуха должна быть. Ой, грусть, грусть заметили. Один, один грусть, слушайте, вышла с этой корзинкой. Прям там чуть ли не салфеточки для этих грибов, а расстелила в эту корзиночку, ребят. Слушайте, красная шапочка с этой корзиночкой, ребят, уржаться. Не нашла, короче, ничего. Ну, и один Диман там что-то нашёл, пару грибов, потом, что он, пару зонтиков, там даже белый нашёл. И на этом всё. Дальше решили подъехать в другой лес. Но перед этим заехали на заправку, подзаправили машину, купили кофейку, да, хлебануть. И дальше отправили за грибами. Ну, и там ничего не нашли. И поэтому было решено ехать на речку, чтобы устраивать пикни. И, кстати, ребят, это такой ржач. В лесу увидела она там и землянику, и костянику, но не стала даже пробовать, потому что у неё кишечник никакой, да, поджелудочная у неё никакая. И ей опасно всё это есть. Ей достаточно было трёх малинок, которые она съела на озере, и потом у неё прихватил живот. Слушайте, тонны майонеза жрёт, жирного, копчёного, жареного, и ничего не хватает у неё. А две малинки съела, природный антибиотик, да, и полезный. Сколько витаминов только в этой малине. И тут резко прихватило у неё всё. Как у тебя в другом ещё месте не прихватило конкретно? Слушайте, ну целый цирк устроила с этими ягодами. Я думаю, что мужики дома просто оборжутся с неё. А вообще, да, я задавала себе вопрос, для чего они с ней катаются? Ну а почему бы не съездить? Транспорт есть, платить не надо. Ну чё, поснимает она чутка там их. Зато, ну, либо грибы найдут, проветрятся, искупают. Ну, что здесь такого, правда? Только вот по грибы и с жёнами получше было бы ходить, да, а не с какой-то пираткой. Ну, а вообще я не думаю, что у мужиков жёны, ну или там вторые половинки правильнее будет сказать, ревнуют к пиратке их. Конечно же, нет. Было бы, повторюсь, кому ревновать. Там же женщиной даже не пахнет, как ни крути. Короче, устроила какой-то самый настоящий трешняк. Вот правда, к чему было всё это устраивать? Грибница великая, поди за всю жизнь ни разу грибы не собирала, понятия не имеет, как они выглядят, но попёрлась. Кстати, когда был второй заход, Фофа тоже пошёл, да, Фофа пошёл. Он напялил капюшончик, чтобы никто не укусил, никто не залез, никто не поползал по нему, да. Бедное, несчастное дитё походило по лесу, но, правда, быстренько вышло. Короче, ребят, ни о чём. Лучше бы поскандалила, что ли. Она уже просто не знает, что записывать, она уже не знает, какие мудрить сценарии. Но такая тухлятина. Я понимаю, если бы реально весёлый, интересный поход был за грибами. Грибов не нашли. Какую-то дурноту показала. Стонало, ныло. То комары кусают. Грибов не вижу. Ягоды нельзя, поджелудочная треснет. Лишь бы только пожрать. Вот как раз-таки, видимо, впереди самый кайфовый момент. Жрать, жрать. И своё сожрать, и чужое сожрать тоже до кучи. Короче, ребят, да, пиратка сдувается и правда. И причём со скоростью. Потому что, ну, правда, ей больше показать-то нечего. Подруг у неё нет. Единственное, вот эта вот тройца не хватает Мишани. Которому, наверное, уже так поперёк горла встала пиратка, что он и близко не желает с ней встречаться. Потому что, видать, его уже достали её гнилые понты. Да и нафига она ему нужна, вот скажите. А эти ещё пока, слушайте, таскаются. Ну, наверное, просто ради приколюхи и развлекухи. И не более. Нет там никаких дружеских отношений. Это нам Нина пытается показать, какие у неё друзья. Ну, ребят, это просто трындец. Пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте своё мнение. Ну, а я благодарна каждому из вас за вашу поддержку, за ваши мысли, за ваши приколы, за ваш юмор. Вы классные, вы интересные, вы юморные. И не устану вас благодарить. Прекрасного вам настроения, отличной плодотворной рабочей недели и кто в отпуске, шикарного вам отдыха. Обнимаю вас всех, мои хорошие. Пока-пока. Пока-пока.